Всем привет, уважаемые друзья и коллеги моделисты, сегодня я в нашем 78 выпуске в мире моделизма хотел бы показать вам модель немецкого многоцелевого самолета из Вершторг. Этот самолет выпускался с середины 30-х, наверное до конца 40-х, выпускался не только в Германии, по лицензии его выпускали в Советском Союзе, и в Японии, и в Чехии, и во Франции. Данный самолет довольно известен, был очень распространен, был очень удачным, использовался как связной самолет, использовался как санитарный самолет, в общем это был по-настоящему многоцелевой немецкий самолет. И я вам сегодня покажу две модели, представленных на нашем рынке. Одна из них модель от фирмы Моделиз, вторая от Академии. Обе модели в масштабе 1 к 72. Я изначально думал вообще, что Моделиз это перепак Академии, но как показала практика, здесь что-то другое, и по ходу больше похуже на этал. Ну да ладно, сейчас будет краткая заставочка и мы продолжим. Начнем мы наш обзор с модели от фирмы Моделиз. Как я уже вам и говорил, я думал, что это перепак модели от фирмы Академия, но как оказалось это что-то среднее между Академией и эталом, даже не знаю, что за модель они перепаковали. Ну начнем обзор, ну коробка обычная, ничего примечательного, то есть стандартная коробка с таким довольно тухловатым бокс-артом, хотя довольно симпатичным. Что у нас внутри коробки? Инструкция. Ну, что здесь в начале у нас идет, это историческая справка довольно крупная, это очень хорошо, то есть моделисты, которые не знакомы с данной моделью, могут прочитать про нее. Дальше у нас здесь идут характеристики реального самолета, меры предосторожности и цветовая схема. Здесь мы видим непосредственно саму схему сборки, а также схему окраски на три варианта. То есть два варианта, как мы видим, на восточный фронт и один вариант на северную Африку. Декалька. Ну, обычная стандартная моделистовская декалька, ничего особенного, технички на ней нету, исключительно опознавательные знаки. Ну, и такие же проблемы, как и на декалях от фирмы моделистов. То есть толстая лаковая подложка, хотя данные декали прижигаются лучше, чем моделистовские, то есть моделистовских убрать серебрение вообще сложно. Стекло. Ну, стекло, как мы видим, здесь довольно классно, качественно отлито. Ну, так ближе подтяну, чтобы вам было видно. Довольно прозрачно, никаких проблем, ни облоя, ни утяжин нету. И стекло дается на два варианта. То есть со стрелковой точкой на заднюю полусферу и без нее. Из-за большого количества остекления в кабине, из-за херовой проработки кабины, в которой должен быть силовой каркас, но он производителям почему-то толком не дается, скорее всего силовой каркас придется вам изготавливать самому, как и полностью делать интерьер кабины. Я, допустим, делал интерьер кабины на модели от фирмы Академии, у Академии такая же проблема. Поэтому, если вы захотите эту модель собрать, готовьтесь, вам это предстоит. Фотки, кстати, готового шторха я, может быть, в конце видео вставлю. Вот. Ну, что мы видим? В принципе, вот такие вот литники из светло-серого пластика, не очень качественного на ощупь. Чем-то напоминает эталовский пластик и эталовское литье. Также, как мы видим здесь, то есть, даны какие-то провисы полотна, имитация полотна и дана внешняя расшивка. Какие-либо технологические лючки здесь, ну, практически не даются. Все пролито неплохо, утяжа нету, мелкий облой присутствует, его придется убирать. Ну, на втором литнике все то же самое, как мы видим, абсолютно ничего не меняется. Как я вижу, здесь два варианта хвостового оперения, это очень любопытно. Вот. Ну, и вот мы видим крылья, то есть, единственный плюс, который я вижу на крыльях, что здесь такие маленькие круглые лючки, не знаю, будет вам их видно или нет, которые Академия дает просто расшивкой, здесь они даны в виде аппликации, это очень хорошо. Ну, что я про эту модель могу сказать? В принципе, она дешевле Академии, следовательно, качество хуже. Хотя модель, я думаю, приложив руки, из нее можно будет что-то интересное собрать. Цена данной модели варьируется в районе 500 рублей. Так, сейчас будет кратенькая пауза и я уже продолжу с моделью от фирмы Академии. Теперь мы переходим к шторху от фирмы Академия. Так, что мы видим? Ну, глянцевая коробка с довольно плотного картона, с довольно приятным красочным бокс-артом. Здесь у нас различные обозначения идут на многих языках, среди них есть и русский. Вот, и вот здесь мы видим две модели, точнее два варианта сборки этой модели. То есть, Fizzler 156 шторх и Marant Salne 502. То есть, это модификация шторха с французским двигателем. И вот здесь вот мы видим фотографии готовой уже собранной модели. Посмотрим, что у нас внутри. Первая, как обычно, нас встречает инструкция декаль. Декалька довольно неплохая. Судя по виду, здесь тонкая полуматовая подложка, лаковая, что не свойственно для Академии. Обычно Академия делает толстую подложку. Ну и два варианта или три варианта декали, как мы видим здесь есть. Вот, среди них и французский вариант. Инструкция, да, это же не инструкция, это схема окраски. Вот тут мы видим французский вариант окраски. Вот, а на самой инструкции, как мы видим, вот есть два варианта. Африканский корпус и Восточный фронт. Также вот здесь вот мы видим схему расположения деталей на литниках и краткое описание самолета на нескольких языках. Русский среди них отсутствует. Также вот цветовая схема, точнее обозначение цветов и непосредственно сама схема сборки. Ну, все предельно ясно и понятно. Как я уже и говорил, эту модель, чтобы собрать, если вы хотите заморочиться, придется внутрянку всю кабину сделать с нуля. Дальше нас вот встречает остекление неплохого качества. Немножко, конечно, толстоватое, но неплохое. Такое же почти, в принципе, как и на модели от моделиста. Вот. Ну, ни облоя, ни утяжа, никаких дефектов литья. Я здесь на стекле не вижу стекло. Действительно качественное. Что касательно самого пластика. Пластик такого приятного насыщенно-серого цвета. Здесь мы видим вот имитацию полотна. Вот. Но она сделана не по всему крылу, а частями. То есть, такое чувство, что будто полотном вообще-то только часть крыла, остальное вообще-то фанерой. Все отлито классно. Все отлито неплохо. Ни облоя, ни утяжа, ни других дефектов нету. Ну, вот, как вы можете видеть. Внутри кабины, как мы видим, никакого намека на проработку нет. То есть, кабину, как я уже сказал, придется дорабатывать. И вот здесь тоже самое. Фузеляж, две части крыла, кусок хвостового оперения, точнее заднего стабилизатора. Все выполнено более-менее качественно. Честно, мне нравится. И вот последний литник. Здесь мы видим двигатель, некоторые распорки под крылья, стойки шасси, элементы механизации крыла. Вот какие-то элементы салона. То бишь, кабины. Ну, в общем, все выглядит как-то вот так. По цене этой модели я вас сейчас сориентировать не могу. Но я думаю, где-то в районе 10 долларов, не более. Что я могу сказать? Я бы все-таки рекомендовал вам приобрести либо две модели от Академии, собрать два варианта. То есть, один вариант немецкого самолета, второй французского. Либо одну от Академии, второй от моделиста. Чтобы просто сравнить между собой эти модели. В любом случае обе модели придется дорабатывать. С моделью от моделиста просто доработки займут большее количество времени. Ну, а на этом, пожалуй, мы будем заканчивать обзор. Смотрите мои ролики, вступайте в группу ВКонтакте и обязательно подписывайтесь на канал. Все ссылки есть в описании под видео. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок